В Красноярском селе возбудили дело о теракте. Два месяца назад мужчина был задержан за то, что запустил в окно администрации несколько банок тушенки. Ну, запустил и запустил. Мужика отпустили. И сейчас на днях они поняли, что это было их большой ошибкой. Потому что ночью, вчера или позавчера, житель Селя-Шалинская бросил коктейль Молотова в окно второго этажа местного отдела полиции. Этот же, что ли? Этот же. Который бросал тушенкой в администрацию и решил прокачать свой скилл. Такой замечательный мужчина. Я вот сейчас фотографию... Ох, нифига себе! Там прям все хорошо. Офигеть! По оценкам, по разным данным, он кинул до четырех бутылок с зажигательной смесью. Пожар потушили, пострадавших не нашли. Значит, вот самое интересное, что он это сделал из-за ненависти к существующему режиму. Друзья, я под впечатлением, не каждый день ты слышишь такие новости. И я скажу, что это все достаточно логично. Потому что там, где власть не дает механизмов, не дает инструментов, уничтожает институты и подходы, чтобы люди выражали свои какие-то настроения и могли влиять на изменения в будущем, Естественно, эти люди свое недовольство еще глубже никуда не засунут. Они напротив будут копиться, нарастать и неизбежно выплескиваться. И вот этот радикализм, вот эта нетерпимость, она, конечно, будет еще с большей силой нарастать. И у этого есть объективные причины. Ну, представляете, вас поставили в рабские условия. Вы там не благодаря, а вопреки увидели эту реальность суровую. Вы с ней не согласны. А вам диктуют условия и обстоятельства, что это с каждым годом будет только нарастать. Вам запрещают высказывать свое мнение. Вы не можете высказать свою позицию, не можете объединиться, не можете консолидироваться, потому что закон это запрещает. И вот эта атмосфера страха, всеобщего запугивания, она нарастает. Ну, что будет происходить с сознанием в этом случае? Не, ну, конечно, какой-то человек может просто с ума сойти. Но и то, эта болезнь психологическая, она будет выражаться как раз в форме выплеска агрессии. И здесь мы видим как раз такой пример. Вот если мы берем терроризм как, ну, такую не спровоцированную, нет, не смоделированную властью ситуацию, когда они специально ищут таких не совсем устойчивых людей, пытаются там играть, их как куда-то там направлять, финансировать, там как-то использовать это в своей политике, целях, а именно как такой объективный общественный процесс, ну, что вот это само собой родилось, он откуда возникает? Он как раз возникает из-за вот этих империалистических, из-за вот этих вот, значит, финансовых, меркантильных интересов, да, когда, ну, например, к примеру, Америка куда-нибудь там в какую-нибудь страну вторглась, да, установила свое правительство и поменял законы, и там, например, выкачивает оттуда нефть, к примеру. Местное население, у которых упал уровень жизни, которые не могут там обеспечить свою семью всем необходимым, они пытаются сопротивляться, а это невозможно. Почему? Потому что силовым путем вся эта ситуация удерживается. Единственная возможность для них, хотя бы какое-то решение найти, это просто перейти вот на такой язык, давайте так назовем, не очень конструктивный язык, да, если мы переместимся на нашу ситуацию, российскую, то, ну, отличия достаточно здесь, ну, очень такие, согласитесь, да, очень размытые, очень сложно подобрать слова, потому что эта тема, да, она не совсем для нас с вами нужная для обсуждения, потому что очевидно, да, что закон запрещает некоторые вещи здесь, в принципе, комментировать, или там тем более одобрять, ну, благо мы ничего и не одобряем здесь, тем более террористическую деятельность. Но очевидно, что организаторы всех этих вещей, всех этих процессов, не только в отношении этого молодого человека, но тут периодически, да, возникают какие-то новости, там, губернатора кинули кирпич, там, в правительство там что-то запустили, разбили, там, подожгли, и очевидно, что это не какие-то ошибки, не какие-то там исключительные вещи, это система. То есть это, значит, большая категория людей, которых поставили в одни и те же условия, и они вот воспитываются, вырастают, формируются во всей этой ситуации, и приходят к одному и тому же неизбежному выводу, да, что у них просто нету других вариантов отстоять свои интересы, и они вот в результате рискуют своей свободой, рискуют своей жизнью, своим здоровьем, не понимая, что это не приведет ни к чему хорошему, что они не добьются этим ничего. Напротив, для власти это самая лучшая форма взаимодействия с такими недовольными. Иди нарушай закон, там погибнет тот, или там будет какой-то, значит, ущерб имущественный. Тем не менее, у власти будет возможность посадить этого человека на 20 лет, и спокойненько жить одним недовольным будет меньше. И ни в коем случае нельзя поддаваться на эмоции, мы должны увидеть причину этой проблемы и понять, на чем эта причина зиждется, на чем она свою прочность имеет, и бороться именно с этими фактами. А в данном случае это политическая власть, которая держится за счет фальсификации выборов, которая происходит из-за низкой явки, из-за отсутствия протестного голосования. Оно, в свою очередь, стоит на своем месте, потому что у людей убили веру в изменения, в то, что они на что-то влияют. В свою очередь это основывается на том, что власть смогла убедить, что вся политика – это грязь, что все какие-то деятели или оппозиционеры, они все одинаковые, они все продажные, это все Америка, это все желание просто пробраться наверх и там, соответственно, получить какие-то финансовые возможности в свое распоряжение. Вот такая нехитрая многоходовочка власти, а в конечном итоге апатия и опускание рук у миллионов людей. А у тех, кто больше молчать и опускать руки не может, просто переклинивают, и они идут на нарушение закона, а потом садятся в тюрьму на 20 лет. Абсолютно бесперспективно. Они ничего не могут этим решить. Но да, наверное, может быть, это будет скандал какой-то. Ну и что, у федеральной власти вдруг какая-то нетерпимость, что ли, здесь появится? Они вдруг вынуждены в отставку, что ли, подать? Да нет, конечно. Мне вот стало интересно, а если, так сказать, губернатору насрать на половичок перед дверью и позвонить, так сказать, в дверь, тебя привлекут за терроризм, за минирование или нет? А то иногда руки чешут. Слушай, половичок губернатора охраняет сильнее, чем, я не знаю, там, больницы государственные. Слушай, я никогда не видел охрану у Ивана Леонидовича. А он что, губернатор что ли? Нет, ты говоришь про половичок. Ха-ха-ха-ха, забавно, молочек, молочек.